Цена Победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чём не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются эховец Виталий Дымарский и взглядовец Дмитрий Захаров. Цена Победы. А прошлое ясней, ясней, ясней. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа «Цена Победы». И сегодня, как и обычно, за некоторыми исключениями, у микрофона в студии «Эхо Москвы» ведущий этой программы Дмитрий Захаров. Добрый вечер. И Виталий Дымарский. Ещё раз добрый вечер. Сразу представим нашего сегодняшнего гостя. Александр Цыганов. Издатель, писатель, журналист, публицист. Но из дальнейшего разговора вы сами выберете то определение, которое больше всего подходит к нашему сегодняшнему гостю. В разные моменты разные. Да, во-первых, добрый вечер. Добрый вечер. А во-вторых, поскольку мы всё-таки будем сегодня больше всего говорить о книге, которая лежит сейчас перед нами, то, наверное, скорее больше всего вы издатель в данном случае. Хотя, может быть, мы выйдем и на другие темы. Ну, книга эта, она вышла в военной библиотеке Александра Пересвета. Издательство «Александр Пересвет». Правильно? «Александр Пересвет». Называется «Фронтовая трагедия 1942». Автор Артём Анфиногенов. Человек легендарный. Человек, сам прошедший войну. Человек, который, кстати говоря, был у нас с тобой в эфире. По телефону, потому что уже возраст преклонный. Но, тем не менее, вот это последнее его произведение, где описывается, ну, собственно говоря, из самого названия книги всё становится ясно. «Фронтовая трагедия 1942 года». Это, как я понимаю, да, Александр, если я не прав, вы меня поправите. Это художественное произведение, но основанное на реальных фактах, собственно говоря, на том, что сам Артём Анфиногенов пережил вот в тот период. Да, пожалуй, хотя он много обращается и к документам. Там есть парочка совершенно ранее неизвестных писем, которые он нашёл. Писем генерального штаба. В принципе, он очень хорошо владеет темой того, что тогда происходило в генеральном штабе, вокруг маршала Шапошникова, вокруг той борьбы, которую он... Знаете, тогда борьба ведь прямой не была, всё это под спудом, всё это под столом, но она всё равно была необходима борьба за мозг армии против первоконников, против Тимошинок, Будённых, Ворошиловых. Ну, и, собственно говоря, трагедия 1942 года от того, показывает автор, и произошла. В частности, одна из причин, может быть, одна из главных причин, что, собственно говоря, как таковой, мозг армии, в общем-то, перед войной долгое время не функционировал. Мы не будем, думаю, углубляться в тему, правильно ли ликвидировали красных командиров, ну и комиссаров тоже, в 1937 году. Заслужили они этого или не заслужили своим участием в гражданской войне на стороне большевиков? Была ли это схватка каких-то там бульдогов, где более сильный погрыз, более слабых? Факт есть факт. Правы они или не правы, но они были тогдашним мозгом армии. Ну, не все, конечно, офицеры, но, по крайней мере, генеральный штаб тоже был фактически обезглавлен. И армия, оставшаяся без мозга, вот и проявляла такую реакцию, знаете, как вот лягушка тоже. Спинальная. Да, точно. Лягушка без головы. Что в 1941 году, что в 1942. Конечно, она вела себя героически, конечно, она реагировала как могла, но это именно была реакция фактически без управления. Вот в итоге добежали, ну не добежали. То есть реакция была, скорее всего, такая, низовая. Низовая, да. Конечно, были талантливые командиры. Тут можно вспомнить Теркасовского, который хоть что-то сделал со своим танковым корпусом. Можно вспомнить просто вот эти вот сотни тысяч, миллионы солдат, которые своим сопротивлением даже в окружении удерживали дивизии. Все-таки как-то время, вот этот самый дорогой тогда ресурс, он был спасен. Но это не снимает вины с тех, кто был плохим мозгом армии, с тех, кто даже этот плохой мозг ампутировал. Александр, прежде чем переходить к конкретным вопросам по книге, я сделаю небольшой экскурс в историю вопроса. Дело в том, что еще зимой у нас состоялся разговор с Артемом Захаровичем Анфиногеновым, и он сказал, что у него лежит последний роман. Им написана вот эта фронтовая трагедия 42-го года, где описываются в основном события, связанные с Харьковом. И Александр Цыганов, глава издательского дома Александр Пересвет, взялся эту книгу издать. Собственно говоря, появление этой книги – это обоюдная заинтересованность Александра, спасибо вам за это, факт наличия книги, которую написал Артем Захарович, ну и то, что мы выяснили, что такая книга существует. А теперь хотелось бы перейти непосредственно к содержательной стороне. В книге существует сквозная линия, главный герой, вот несколько слов об этом человеке. Главный герой? Ну, во-первых, извините, я просто добавлю, главный герой – это и есть Артем Захарович? Ну, как бы он себя вложил во многом главного героя? Потому как написано – да. Я вот просто с ним на эту тему, честно говоря, не разговаривал, и тут, наверное, вы лучше сказали. Нет, я просто хотел сказать, что Артем Захарович Анфиногенов во время войны был лётчиком-штурмовиком, летал на тех самых Илых-вторых, которым пришлось вывести большую часть каторжной работы по прикрытию войск и по нанесению ударов по переднему краю. И всё, что Анфиногенов написал и в этом романе, и в его знаменитом романе «Мгновение вечность», это абсолютно выстраданные и пережитые им самим вещи. Ну, хотя надо сказать, что, конечно, герой – это литературный, это лётчик, который прошёл Испанию, который… Ну, старший его. Да, который затем перед войной, в общем-то, был на хорошем счету, которым дали полк в начале войны. И, собственно говоря, вот он… Полк истребительный? Да. И, собственно, нет, штурмовой. Штурмовой? Штурмовой, да. Ну, тогда же ещё не было Ил-2 там, по сути, или их были там копейки. Ну, да. И вот там один потрясающий как раз пример вот этого непонятного голопотяпства и в то же время закономерного голопотяпства, когда этот штурмовой полк буквально к 22 июня перемещают к самому Бресту, на самую линию границы. И немецкий цепелин-корректировщик буквально рассматривает там чуть ли не звёздочки, ну, звёздочек тогда ещё не было, ромбики в петлицах у наших офицеров. Естественно, ни одного самолёта не уцелело. Не уцелело. Их просто пушками раздолбали вот весь полк, да. А что такое тогда… Пушками наземной артиллерии. Да, а что тогда так полк штурмовый в 41-й год ведь характерен тем, что просто с воздуха очень много убивали, деморализовывали прежде всего солдат. И дальше вот он, уцелев, проходит через дальнейшие испытания, которые мы знаем из истории. Оказывается, он под Харьковом, оказывается, он под Сталинградом. Он видит повторение этой же вот трагедии 41-го года под Харьковом. Но теперь это уже рукотворно. Это уже не спишешь ни на внезапность нападения. Это не спишешь ни на какую-то неготовность. Не спишешь даже уже на то, на что списывает резунцу воров, да, на то, что якобы мы хотели на них напасть. Но в данном случае действительно все сорганизовали так, что и напали, и попали в окружение, и открыли фронт, и побежали. Да так здорово побежали, правда, это надо признать, что немцы удивлялись. Пленных мало, убитых мало, то есть они думали, что это стратегия. Не могли догнать. Ну да, они думали, что это стратегия, что русские не будут стоять, а будут вырываться из-под окружения. Но мы-то знаем с нашей стороны, что поначалу это был просто именно разгром, причем невероятный, как бы и не хуже, чем в 41-м, потому что тут не на что списывать уже, кроме как на себя. Ведь если вспомнить, когда мы обсуждали с тобой 42-й год, это многочисленные направления наступления после московской операции в 42-м году, когда возникло головокружение от успехов, и решили наступать сразу на 10 направлениях одновременно. Кстати, Анфиногенов показывает вот эту подоплеку, вот эти вот дискуссии в генеральном штабе, в Ставке, когда все-таки Тимошенко продавливал это свое, в общем-то, как мы теперь уже знаем, бездарное и бездарно-преступное решение, чтобы в наступление пойти. Причем из чисто таких личных, маленьких, мелочных человеческих амбиций. Ну, насколько я понимаю, каждый из... Слава захотелось. Да. В частности, да. Каждый из генералов стремился отличиться в глазах верховного главнокомандующего, и отсюда такое бездумное распыление сил и бесконечное количество нецелесообразных наступлений. Насколько я понимаю, в книге достаточно подробно описана внутренняя кухня генштаба, и как и что там происходило. Вот какие оценки и на каких персонажах Анфиногенов особенно акцентируются? Ну, прежде всего, это... То есть, кто главный вредитель? Ну, вредителей, как таковых, он не показывает. По сути, вредители – это просто, знаете, может, я крамольную мысль скажу, но они на самом деле хорошие, честные люди по-своему. Просто они были в тех условиях, которые были созданы после Октябрьского переворота. А это условия были такие, когда и хорошие, честные, добрые люди должны вести себя, как пауки в банке, иначе их сожрут. Ну, и, собственно говоря, там получается один герой положительный Шапушников, который действительно гениальный большой ум, большая умница, и, главное, человек, который умел организовать порядок принятия решений. И в то же время там действуют люди Ворошилов, ну, так, если брать отрицательных героев, Ворошилов, Тимошенко тот же. Немножко мне показалось, Баграмян, так, знаете, мы привыкли, что это, в общем-то, хороший генерал, маршал потом, который, в общем-то, почти что спас войска перед под Киевом, на Юго-Западном фронте. Анафиногенов о нём отзывается не очень хорошо, но здесь, знаете, наверное, всё-таки судить ему, который всё это видел сам, а потом видел в документах, чем, скажем, вот... Я вам просто хочу привести цитату из книги, здесь вот корпусной комиссар Шаденко, один из героев, ну, видимо, реальный, да, чей партстаж, хотя меньше был там чуть, чем у Ворошилова, но тоже, так сказать, дооктябрьский, он тоже как бы считал, что он имеет право на безапитационные суждения. И он высказался так, вот, в силу своего партийного стажа, это его цитата, «Зелин он, товарищ Шапошников, нами командовать, военные знания он, может быть, и имеет, но энтузиазма по случаю наших побед я бы в глазах не замечаю». Вот, значит, критерии оценки деятельности военачальника. И способностей, да. Тут возникает ещё один неизбежный вопрос. Оценка Жукова Анафиногеновым. Или в книге он практически... Жуков там практически не упоминается, но действительно он, в общем-то... К этой операции отношения не имел. Да, в принципе, он довольно быстро ушёл с поста начальника генштаба, немногое он успел там сделать, но Жукова роль такая. Ну, а потом он, в общем-то, воевал под Москвой, хотя, опять же, в более широком контексте, если взять, то операции «Марс» мы знаем, с чего она стоила. Это вот постоянное с 1941 года по 1943 практически бодание в эти вот дубовые ворота Ржева, ужасные жертвы. Но, с другой стороны, военные специалисты говорят, что, может быть, это было и верно. Потому что немцы не смогли того самого последнего батальона снять под Сталинград, где его как раз им и не хватило 14 октября 1942 года. Возвращаясь к документам, которые упомянули генштабовским, о чём в них идёт речь? Знаете, ну, боюсь, не хотелось бы криво цитировать. Ну да. Вот, лучше я бы посоветовал, знаете... Прочитать. Полурекламно, да. Лучше прочитать эту книгу, потому что одно дело я сейчас буду вспоминать своими словами, другое дело вот эти вот чеканные коммунистические, например, формулировки из книги. И вот то, что вы сейчас зачитали. Лучше прочитать. Ну, это вот мы посоветуем тогда и нашим слушателям. Ещё один вопрос, просто такой справочный, что ли, информационный. Вкратце, может быть, судьба, военная судьба самого Анфиногенова. Ну, вот как раз она-то... А хотя вы, наверное, лучше расскажете. Ну, давай делай. В значительной степени, я думаю... Может, прерву чуть-чуть, это тоже надо немножечко пересказать эту книгу тоже, потому что есть и он там. Да, я думаю, что в значительной степени самого себя он написал в романе «Мгновение вечность», который, к сожалению, очень давно не издавался. Это сильнейшая книга о Сталинградской битве. Анфиногенов в 1941 году ещё не воевал. Он попал на фронт в 1942 году после окончания лётного штурмового училища. Он там, кстати, потрясающе описывает вот эти вот сцены, как молодые лётчики приезжали, прибывали в войска, и тут же гибли, гибли, гибли. А те, кто выживал, те, кто выживал, те остановились асами. Вот об этом мы поговорим чуть попозже, а я закончу просто справку по Анфиногенову. Действительно, описание того, что происходило в воздухе и на земле, и воздушных боёв, и взаимоотношений людей, и умение и неумение летать, всё это вот очень ярко описано в «Мгновение и вечности», я думаю, не менее ярко и в этой книге. Потому что никаких прикрас, а книга первая «Мгновение и вечности» была издана ещё в советское время, там не было. То, что называется неудовольствие ряда высокопоставленных лиц этой книги было чрезвычайно велико. Там Анфиногенов впервые упомянул, что у немцев были лётчики со счётом 180-170 побед. Приводят реальные имена, те, с кем им приходилось сталкиваться. Приводят воспоминания, ну не воспоминания, а как бы рассказывают о Тимофее Тимофеевиче Хрюкине, командующем 8-й армией, который знал прекрасно немецкий, и, услышав какие-то фамилии, у него на душе всё оборвалось и похолодело. То есть вот такие вещи. Я так понимаю... И он воевал до конца войны. И он воевал до конца войны, естественно, и штурмовал, и горел, и сбивали неоднократно. То есть он прошёл через все тернии, какие только могут выпасть на долю лётчика-штурмовика. А тут надо понимать одну вещь, что 40% потерь всей нашей авиации – это были именно Ил-2. И если лётчик выживал пять боевых вылетов, это уже было счастьем. Тем более, что многие прибывали на фронт... И там, кажется, даже орден за это, да? Ну, да, потому что пять успешных штурмовок, и пять раз ты вернулся обратно, только-только научившись летать. Это, в общем, один такой вылет подвига лучше. О том, чтобы пройти всю войну, об этом и говорить нечего. Ты знаешь, Дим, вот поскольку ты заговорил о книге предыдущей, да? Ну, не предыдущей, вернее, одной из прежних книг Артёма Захарыча, я вот о чём подумал, и, может быть, Александру этот вопрос задам. А вы не опасаетесь, что вот судьба вот той книги, о которой говорил только что Дмитрий, может постичь и, скажем, эту книгу, а может быть, какие-то другие? Потому что вот последние события меня очень настораживают. Там ведь появился у нас указ о подготовке фундаментального труда очередного по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. И уже появились заявления, кстати говоря, и в Госдуме, где чуть ли не готовят законопроект об уголовной ответственности. И Министерство обороны уже заявило о том, что будем бороться с фальсификаторами истории. То есть, что вот такого рода литературу просто запишут в фальсификации истории и, значит, благодаря нашей славной думе вообще введут уголовное наказание. Знаете, я, наверное, для Эхо Москвы отвечу еретически, а я, в общем-то, поддерживаю подобные вещи. Иное дело, что я, как журналист, хотя и бывший, не поддерживаю, в принципе, ограничение свободы слова. Да, всё-таки как-то с ними надо не административно, я имею в виду, со словами бороться. А кто? Судьи-то кто? Да, но всё-таки действительно по поводу нашей войны, ну такой вал просто фальсификации, ну такой просто... Я думаю, что, Александр, я не знаю, что вы имеете в виду, но я подозреваю, что то, что вы имеете в виду, они не имеют в виду под фальсификацией. Ну, наверное, я бы в этом смысле сказал, что два, да, принципиально, это, конечно, не административное дело регулировать вот какие-то высказывания. Но, с другой стороны, эта книга, её трудно обвинить в какой-то фальсификации, потому что это действительно правда. Ну, не знаю. Ну как? Если будет принимать решение, что в нашей истории должны остаться только её славные страницы, понимаете? Я вам скажу, вот такой факт. А уже поздно, они уже есть эти страницы, они уже сказаны. Я тоже думаю, если честно говоря, я не думаю, что это вообще может к чему-то привести, уже, так сказать, уже достаточно пройтись по книжным магазинам, по полкам книжных магазинов, и там видишь. Но вот просто интересный факт, да, что в этой комиссии элекционной, которую создали для этого фундаментального труда, там 34 человека. Из них 20 генералов, 5 человек из ФСБ, службы внешней разведки МВД, то есть силовиков таких чистых, да, от каких-то, значит, по одному человеку, там, от министерства, администрации, президента, и вот на 34 человека целых 2 историка. И кто это? Чубарьян и Сахаров. Угу. Два директора, двух институтов исторических. Ну, я бы сказал так. Что касается Анфиногенова или Астафьева, книги, которые... Астафьев, Бакланов, Гроссман, да, вот это всё. Вот эта вся литература, Быков, да, Борис Васильев, вот эта вся литература, она же пройдёт мимо этой редакционной комиссии. Вот в этом я уверен, понимаете? Ну, я сейчас просто не берусь об этом судить. Нет, нет, я понимаю, мы с вами рассуждаем. Сейчас я тоже ничего не знаю. В принципе, какой-то новый труд об истории Великой Отечественной войны, конечно, нужен. Потому что 12-томник, тот, который в советские времена был издан, он... Согласен, и шеститомник такой же, я с вами согласен. Но самое страшное, чтобы это не было зафиксировано и затверждённой единственной правильной версией. Понимаете? Я думаю, невозможно уже. Ну, посмотрите. Тот же Быков есть, тот же Гроссман есть. Ну, вы видели много лечебники истории, не войны, а вообще? Опять же, есть другие книги. Ну, вернёмся, однако же, к нашему роману. Да, у нас такое лирическое почти отступление. Да. Заставить Анфиногенова пережить то, чего он не переживал, и описать того, чего с ним не было, невозможно. Как у всех других, да? Как и Астафьевой. Напугать человека, по которому стреляли тысячи зениток и неоднократно садились на хвост мессершмитты, уже вряд ли чем... Тут ведь надо добавить ещё что. После войны он работал в Новом мире с Твардовским. То есть, ещё это на него накладывает, на его правду накладывает отпечаток именно правды. То есть, он уже не может себе каких-то вот придумать. Люди того поколения... Извини, как раз с автором Василия Тёркина, который тоже долго был запрещен. Да. Так что он и после войны прошёл свои зенитки и обстрелы. То есть, люди вот той генерации, я имею в виду такие писатели, как Анфиногенов или Астафьев, они просто физически не в состоянии написать неправду. Вот в том-то всё и дело. В том и ценность их книг. Ничего не приукрашивается, все вещи называются своими именами. В один ряд я бы поставил ещё Дмитрия Панова, но у него не роман, у него просто воспоминания всего того, что он пережил, будучи комиссаром 85-го гвардейского истребительного полка. То есть, более жёсткой книги я вообще, наверное, не читал. Ну, есть вообще воспоминания. Мы с тобой уже неоднократно говорили об этом. Кстати говоря, воспоминания Покрышкина. Да. Очень любопытные. Панов, хотя и был портработник, но написал книгу просто аналогов, которые я не читал. Нет, ну, в любом случае, мне кажется, уже не та. Можно сколько угодно останавливать водопад ладошками, но уже не та эпоха, уже просто всё сказано. Уже, простите, позвольте на себя сослаться, а в предыдущей книжке мы с моим другом немецким военнопленным, вот мы говорили уже с Димой на эту тему, описывали тоже достаточно жёстко. Он описывал свою жизнь в нашем плену. Мои там были очерки по разговорам с немецкими солдатами, которые с какой-то необъяснимой любовью вспоминают вот свои годы здесь и нас в том числе, хотя это были враги. Ну, хорошо, затвердили какой-то труд, затвердили какую-то правду. А куда это деть? Это уже всё есть. Александр, вот вернёмся к судьбе этого лётчика и его полка. Я так полагаю, что в романе описываются те горнилы, в которые попал полк во время Харьковской операции. Ну, начиная там с 1941-го, но в данном случае мы говорим о событиях 1942-го года. Вот в этом месте поподробнее, пожалуйста. Ну, горнило-то там, в общем, одно. На самом деле тут даже особых подробностей не расскажешь, потому что, ну, вылетали, стреляли, их сбивали, всё. На самом деле, чем... И сколько этот полк провоевал вот во время лета 1942-го? То есть, как быстро был выбит? Да, тогда же полки-то выбивали в неделю, в две. Вот. Я просто хотел... Вот мне договорил фразу. Ведь это известно. И опять же, из тех воспоминаний, которые уже опубликованы, которые никуда не денешь, известно то, что вся вот эта ситуация с июля по октябрь, по ноябрь 1942-го года характеризовалась вот нашими войсками тем, что в небе царили безраздельно немцы. Хотя мы знаем наших лётчиков, которые воевали, пытались что-то делать, но это были несопоставимые величины. Извините, уважаемые слушатели, вернее, и наш уважаемый гость, что мы вынуждены вас прервать на короткий выпуск новостей, после которого мы продолжим нашу беседу. Цена победы Цена победы Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чём не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются эховец Виталий Дымарский и взглядовец Дмитрий Захаров. Цена победы А прошлое ясней, ясней, ясней Ещё раз добрый вечер. Мы продолжаем программу Цена победы. Напомню, что ведут её, как всегда, Дмитрий Захаров. И Виталий Дымарский. Добрый вечер ещё раз. И я тоже вам говорю ещё раз добрый вечер. Ещё раз говорю добрый вечер нашему сегодняшнему гостю Александру Цыганову, с которым мы говорим о книге Артёма Захаровича Анафиногенова «Фронтовая трагедия 1942», ну и говорим о самой книге и о событиях вокруг книги и с некими такими отступлениями вообще, так сказать, по поводу военной литературы нашей сегодняшней. Александр, я задам вопрос, такой пионерский, но он неизбежен, наверное, в контексте выхода новой книги. Какой эпизод, какой фрагмент этой книги произвёл на вас наибольшее впечатление? Да вы знаете, вот, пожалуй, там два таких эпизода. Первый тот, что я назвал, его, собственно, трудно назвать эпизодом. Это переброска вот этого полка фактически на самый берег Буга под немецкие пушки, аккуратно к 22 числу. Причём попытки возразить, попытки как-то добиться пересмотра этого приказа. Да, конечно, но люди-то всегда остаются людьми, и разумный командир, он всё равно что-то, он видит, что этого нельзя делать. Эти попытки не закончились ничем. И дальше нет описания самого вот этого разгрома, дальше просто вот наш главный герой, лётчик, едет в машине, встречает того командарма Коробкова, который и дал этот приказ, и знал, что он отдаёт этот приказ в общем-то преступный, и чувствует свою вину перед лётчиком, перед командиром разгромленного полка, который возвращается из всего, он даже не на самолёте, а на полуторке возвращается, единственный уцелевший. Ну, плюс несколько техников. И, собственно, всё. Вот весь эпизод. Но в нём вот вся трагедия 1941 года. Зачем перебрасывали? Может быть, действительно хотели напасть? Ну, планов нападения нет, то есть приказа о нападении. Ничего, вот непонятно, просто взяли и при этом на провокации не отвечаете. Ну, а в результате как раз этого Коробкова, командарма разгромленной, тоже разгромленной армии, расстреливают за трусость и паникёрство. Справедливо или нет? Опять же, не берусь судить. Возможно, война... Это было его личное решение? Или он тоже выполнял решение? Там не очень понятно. Думаю, что, конечно же, это не личное решение командарма, потому что всё-таки это согласование уже идёт между родами войск, это всё-таки ВВС. Конечно, это, наверное, Генштаб уже. Да, это уже приказы Генштаба. Здесь вообще встаёт вопрос, кстати говоря, наверное, может быть, даже у нас недостаточно изученный, что ли, недостаточно... вопрос, который недостаточно ещё обсуждён, это вообще соотношение такого профессионального знания и долга, да, и ты, с одной стороны, ты солдат, даже если ты командаром, в том смысле, что ты выполняешь приказ вверх... Да, не имеешь права не выполнять. Да, и с другой стороны, ты профессионально видишь, что этот приказ преступен, непрофессионален, ужасен, когда убийственник для войск открывает фронт. Вот об этом и книга, потом мы попадаем в ту же ситуацию в 1942 году с Тимошенко, потом мы попадаем в ту же ситуацию под Сталинградом. А в каком контексте вот с Тимошенко? А то, что, опять же, многие ему говорили, что ну не надо, пожалуйста, не надо туда идти, на этот Харьков, не возьмёшь ты его, посмотри немцы с двух сторон, узкий фронт прорыва, там 6 километров, тебя же простреливать будут с двух сторон. Ну, нет, вперёд, 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 да. Я уже Ростов брал в 1941 году, я был великий, да потом плюс он уже был министром обороны, тоже величина до войны, правда. Вот, и второй эпизод, который тоже мне понравился, но с другой оптимистичной, что ли, точки зрения, это завершение книги, там описывается взятие штурм Кенигсберга, и вот совсем уже другое отношение вот этих людей, которые прошли горнила Сталинграда, которые, наконец, отбросили вот эту вот всю комиссарскую мишуру, ну, не совсем, конечно, потом их опять взяли, свернули в бараниров после войны, но тогда выше командира, в общем-то, никого не было, все понимали те же власти, что они за горбом у командира висят за его плечами. И вот тогда, и какие-то штурмовые обучения штурмов делают солдаты, и макеты крепости этой строят, и отрабатывают схему ведения огня, и действительно, мы потеряли много при штурме Кенигсберга, но в силу того, что, во-первых, немцы хорошо оборонялись, во-вторых, эта крепость такая неберучаяся. И вот, собственно говоря, вот этот контраст между этим Головотяпским, 41-м, и вот уже разумным... И 42-м, в смысле. И 42-м, да. И разумным, 45-м, вот мне больше всего вот в этой книжке... Ну, вот вы сказали, Александр, кстати, я обратил внимание, что после Сталинграда, да? Вообще у меня такое ощущение, не знаю, согласитесь вы или нет, что Сталинград, хотя принято называть его, Сталинградскую битву, ее переломным, да, переломом в ходе войны, переломным моментом в ходе войны, что это было скорее, может быть, не военно, даже в стратегическом плане перелом, поскольку еще после этого еще было далеко до победы, да, был и Курск потом, да, и много чего еще было. А это был скорее вот перелом, может быть, в осознании того, как надо управлять войсками, и как... Сталинградская битву, да, да. Внутренней организации, да, понимание правильности или неправильности тех или иных шагов, то есть более мудрое управление войсками. Да, там просто вот как бы вся эта окалена, вся эта красная эмаль с армией, она была сбита. Когда, простите, люди уходили в огонь, там через... На Волгу шло 10 тысяч человек, на тот берег приходило 5 тысяч, а через неделю оставалось из них 400, и они держали там весь, например, завод «Красный Октябрь», а через 5 дней боев их оставалось 20, то, конечно же, здесь не до политики, не до верности коммунистической партии. Там ведь заградотряды НКВД так называемые, они же воевали на фронте вместе со всеми, то есть просто их тоже бросили туда, вот Чуйков их просто бросил в ту же, на ту же линию фронт. Нет, тут не Антон Агенов, это как бы из истории известно. Вот, командиры вдруг перестали быть красными барами, а ведь это очень большая тема была до войны, что красный командир, он на самом деле вовсе не товарищ солдат, а ещё похуже царского офицера. И драки, и уж я не знаю, там пьянки, всё что угодно, но во всяком случае солдат быдло. А тут вдруг выяснилось, что три солдата, отправленные в штурмовую группу, могут захватить гигантский дом, ну не 3-30, да, из них три выжило, но они захватили этот дом, отбили и спасли, опять город спасли. И эти три солдата, один из них, например, лейтенант. Какие между ними будут отношения? Он что будет там, того же выжившего своего товарища посылать, они не знают, чтобы сапоги себе чистить? Нет. И вот это вот, из горнила Сталинграда вышла та армия, которая, собственно, и победила немцев. Вот если бы его не было, грех, конечно, такой говорить при тех жертвах, но его надо было выдумать, потому что вот армия 42-го года, которая отступала, которая слушалась Тимошенко, не случайно они все исчезли в 43-м году, Тимошенко, Будённый и прочее. Их армия просто перестала бы слушаться, она бы в 42-го года не была бы, если бы Сталинград был до 42-го года. Ну да, понятно. Да, вернемся к новой книге Анфиногенова «Фронтовая трагедия 42-го года». Зачитаю небольшой фрагмент. Глухой рубеж минувшей осени. Днестр. Ни звука не услышал о нем Шестерин в последних известиях, ни строчки не прочел в газетах. Он сидел на одном аэродроме со штурмовиками, знал некоторых ведущих в лицо, различал их голоса в наушниках, связь начинала внедряться. Передатчики только у ведущих зудели, сипели, рычали. Треск помех был оглушительный. Но общение в воздухе все-таки налаживалось. Голоса иловцев властные, пресекавшие своего ли маленьких. Отчаянно визгливые, матерные. Куда уходишь, мать твою, за родину или за облака? Ты не истребитель, а говно. Повышали управление. Сила боевого духа возрастала. Маленькие, маленькие, держите свой эшелон. Требовался наземного пункта управления, зоркий командующий. Прикрывайте горбатых, прикрывайте горбатых, а то под суд пойдете, подлецы. Реальный язык того времени. Но, между прочим, это так и было, что довольно часто истребители поначалу, и об этом тоже Анфиногенов пишет, бросали своих подведомственных или ведомых, что ли, охраняемых штурмовиков, тех сбивали. Ну, а потом, в общем, действительно, опять же, жестокость войны, но несколько расстрелов понадобилось для того, чтобы истребители вот эту практику прекратили. Ну, вот еще процитирую Анфиногенова, с вашего позволения. Немецкая педантичность в организации огня, неукротимые арликоны с миссерами работали по железному графику. Вот он пришел на Днестр, прикрывая шестерку илов. Пантоны от серийных бомб ходили ходуном, притапливались и всплывали, но не расходились. Штурмовики в море огня били по натянутой струне, а арликоны по ним, пока их не осталось двое. На обратном пути зевнули место девять. Да, прошляпили шакала в облаках, и домой из шестерки илов пришел один. Тут надо еще добавить, с точки зрения чисто летной тактики, да, если, скажем, истребитель может вертеться в воздухе и как-то свою жизнь спасать, то бомбардировщик где-то там на высоте, с высоты, хотя тоже это... Но штурмовик, который на 200 метрах над землей, он взлетит только по прямой. Он не может уже свернуть, если он... Он же боевой вышел. Да, если он вышел на боевой курс, он не может свернуть. Уязвимый совершенно. Уязвимый объект. Ну да, и с воздуха, и с земли, отовсюду получают. Сколько вы выпустили тираж этой книги? Какой тираж? К сожалению, маленький, тысяча экземпляров, но надеюсь, что будем допечатать. Если будет спрос, будем допечатывать. По нынешним временам, когда, в общем, читать практически, люди перестают, и это хлеб. Да, ну, я тоже надеюсь, что книга будет еще... Ну почему, много читают, детективы читают. Да, ну, зато да. Хроники дома-два, думаю, вышли бы стотысячные. Помятую книги Елены Сьяновой, они уже переиздавались неоднократно. И хотя, как бы, литература достаточно специфическая, вроде бы, все тиражи продавались полностью. Я думаю, что роман Анфиногенова тоже не залежится, потому что литературы такого качества сейчас очень и очень мало. Которая еще, так сказать, появляется. Потому что, если, так сказать, взглянуть в прошлое, вот я опять возвращаюсь к тому же вопросу, который мы с вами, так сказать, попытались обсудить. Это по поводу военной литературы, фальсификации и так далее. Ведь, несмотря ни на что, несмотря на цензуру, так сказать, прямую или политическую, идеологическую и так далее и тому подобное, у нас, если так подумать, у нас уникальная военная литература собралась, библиотека военной литературы. Военная литература, я имею в виду не воспоминания там военачальников, хотя и тоже там много очень интересного. Я имею в виду художественной литературы, да. Мы сегодня уже многих называли. Кого там? Того же Анфиногенова, Быкова, Астафьева, Борис Васильев, Акуджава. Кстати говоря, даже Высоцкий, который хотя и не был на войне, создал правду военную, да. Гроссман, ну, сейчас я буду вспоминать и всё не вспомню. Это уникальная совершенно декальная террория, которая сама по себе, вот в продолжении нашего разговора, Твардовский, вот эта библиотека, если хотите, она сама по себе уже вот то, что сейчас называется фундаментальный труд по истории Великой Отечественной войны, да, войны. Ну да. Вот это здесь, то есть, ну, как я понимаю, жанр этой книги Анфиногеновской, это можно её назвать как документально-художественная, да? Да, скорее. То есть здесь есть элементы документалистики и... Ну, скорее, да. Некое вот такое... Художественные герои, художественные герои внесены в документальный материал. Фамилии изменены, там, понятно. Ну, это, кстати говоря, тот же приём, который тоже упомянутый тобой с Яновой. Ну, да. Ну, вот, опять же, возвращаясь к нашим генералам с их планами, я всё-таки не думаю, что они будут настолько тупые, чтобы вот какой-то сделать жёсткий кирпич и запретить всё остальное. Ну, мне кажется, это невозможно. Повторюсь, повторю свою мысль, да. Ну, знаешь как, нам всегда всё кажется невозможным, а когда это случается, мы говорим, как же это всё случилось-то? Кто мог подумать, там, 25 лет назад, что Советского Союза не будет, а 15 лет назад, что гимн СССР вернётся? Ну, так, условно говоря, да. Но, тем не менее, всё случается, кто его знает? Тем не менее, публичные заявления есть и об уголовной ответственности, и о борьбе с фальсификаторами. Здесь же самое главное, кого запишут фальсификаторы, могут, с таким же успехом могут Анфиногенова записать, как и вот у авторов той макулатуры, которой тоже достаточно, я с вами согласен, да, найти военных книжных полков. Ну, административный восторг, ну, почему сразу уголовный? Ну, ну, что вот? Ну, почему? Нет, ну, просто почему? Это же политика, это же не... Чтоб в корне зло сия пресечь, все книги надо взять, да, сжечь. Какое слово, кроме, я даже не знаю, кроме каких-то действительно преступных, не знаю, порнографических и каких-то ещё, ну, вот, да, однозначно, какой из них стоит уголовная ответственность? Ну, сказал человек, сказал, но написал и написал, но не знаю. Почему? Если, ну, мы же помним, не так давно, не так далеко ушли от нас те времена, когда... Это всё-таки коммунистическая партия, это всё-таки большевизм, это всё-таки, извините, люди, которые в результате военного переворота захватили власть. Я с вами согласен, времена всё-таки другие, но они и... Ну, многое возвращается, тем не менее. Наверное, уйдём в политику, но, я хочу сказать, разница всё-таки есть. У тех за спиной была гражданская война со всем её ужасом, у нынешней власти всё-таки более или менее разумная история в более или менее разумных институтах, ну, не знаю. Я представляю... Хорошо, но действительно, не вопрос для обсуждения сегодня. Александр, поскольку вы сегодня у нас выступаете ещё полномоченным представителем Артёма Захаровича Анфеногенова, что, как у нас принято говорить в отношении писателей, что на его письменном столе? Вот это, я понимаю, последняя его книга. Собирается ли он писать ещё что-то? Да, он, в общем-то, знаете, так можно общее ответить, исполнен творческих планов, он сейчас, насколько я знаю, пишет определённые рассказы, то есть он продолжает работать. Что из этого получится, пока сказать трудно, но я вот чисто по-человечески рад тому, счастлив тому, что вот смог издать его вот эту долгожданную книгу. Вот он даже там на фарзацию написал мне надпись, что говорит, я ужасно благодарен именно за долгожданное. Ну, конечно, для любого автора появление книги, это же как появление ребёнка. Да, в общем, но, в принципе, вот эта книга, которую так долго почему-то не печатали, и вот всё-таки... А почему, кстати, не печатали? Не могу сказать, не знаю. Вот это, кстати, вы видите, вот опять мы возвращаемся к тому же договору. Кто его знает, почему не печатали? Нет, ну тут... Вы понимаете, вот вы опять напекаете на какой-то там... Ну, вот кто мне говорил, нельзя печатать или можно печатать? Никто. Я думаю, что и у других какие-то свои были соображения. Есть же ещё очень... Понимаете, в чём дело? Никто не говорил, но срабатывает... Мы это очень хорошо видим по журналистике. Я не знаю, как в издательском деле, но по журналистике ведь чаще всего срабатывает сам цензура. Тебе никто ничего не говорит, ты сам начинаешь соображать, что можно, что нельзя. Да, возвращаясь к книге. Судьба главного героя, чем завершается эта история? Завершается она его личной золотой, я бы сказал, местью. Опять же, возвращаемся к тем двум эпизодам. Вот этот вот Цепелин, который в 1941 году висит на позициях полка почти и корректирует огонь. И вот в 1945 году над Кёнигсбергом он примерно тот же приём немцы использует, и он, правда, уже его поднимают, опускают, потому что уже опасно, контроля над небом у немцев нет, его могут сбить. И вот если в 1941 году нашему лётчику, главному герою, никто не позволил, конечно же, идти на провокацию избивать немецкий Цепелин, то в 1945 году он, наконец, вынанул из балков и его спустил. И, в общем, вот такая личная победа всё-таки есть. Александр, а почему на обложке вот обложка такая? И самолёт, и подбитый танк, и кричащий танкист. Вроде бы танки – это не сквозная тема книги. Просто понравилось, что называется? Вот художественное решение обложки. К сведению слушателей скажу, что обложка такая чёрная, с огненными вкраплениями летит немецкий самолёт, а под ним подбитый танк и кричащий танкист. Ну, саму по себе картинку определяла наш дизайнер. В нашем маленьком издательстве им служит моя жена, так что рекомендую. Но в целом, мне кажется, что этот рисунок, вообще эта композиция 1942 года отражает как ничто лучше, как вот эта вот ярость, эта беспомощность, эта вот действительно трагедия, когда и хочется что-то противопоставить немцам, а ничего не можешь, потому что тебя подбили, тебя бьют из воздуха, из земли, и давят, и ломят. Самая выразительная картинка, мне кажется, к теме этой книги. Ещё раз скажу, что вышел новый роман Артёма Захаровича Анфиногенова «1942 год. Фронтовая трагедия». Издала эту книгу «Издательский дом Александр Пересвет», благодаря инициативе и усилиям Александра Цыганова, который у нас сегодня в гостях. И я настоятельно рекомендую всем нашим слушателям прочитать эту книгу. А в следующей программе мы разыграем пять экземпляров, и те, кто сумеют до нас дозвониться или прислать свои сообщения, станут счастливыми обладателями нового романа Артёма Захаровича Анфиногенова. Но книга настолько хорошая, что мы вопрос придумаем такой, чтобы вы просто помучились, уважаемые слушатели, потому что так просто мы вам книжку эту не отдадим. Всего лучше заберём. Да, на этом, я так полагаю, мы вынуждены раскланяться. Александр, спасибо, что пришли к нам в гости. Отдельное спасибо Артёму Захаровичу за то, что он написал этот роман. Сегодняшний выпуск программы «Цена победы» ввели ведущий Виталий Дымарский. И Дмитрий Захаров. До встречи через неделю в программе «Цена победы» в то же время, в тот же час, на тех же волнах. Всего доброго. Цена победы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова